здравствуйте меня зовут психотроник в прошлой серии мы оставили нашего героя чарли бенда с кучей денег от продажи обычных типичных газет из безумной идеи снять свой собственный фильм ужасов но перед тем как приступить к ее осуществлению он немножко поработал на собственного батю альберта и поработал он на фильме маленькие сигары это такая переосмысленная история белоснежки которая приучила своих маленьких гномиков грабить банки и проработал он там ровно одну неделю для того чтобы понимать почему маленький чарли ушел нам нужно понимать с кем он работал а работал он ассистентом по продакшену это такой человек который разносит всем кофе каждому человеку на площадке он приносит кофе и поразносив так кофеек в течение недели чарли топнул ногой и сказал с этого момента кофе буду носить не я а мне и ушел и закатав рукава приступил к съемкам своего собственного фильма глаза доктора чени который мы прямо сейчас и посмотрим давайте фильм начинается со странной смеси флешбеков сновидения и реальности главный герой фильма доктор леонард чейни стремительно врывается в больницу чтобы выдавить глаза своей пассии его передергивает от такого кошмара и он с головой бросается в работу чтобы отвлечься от дурных мыслей а работа такова придумать как вернуть человеку зрение пока что наш врач установился на оптимальном варианте установить вместо глаз видеокамеры но учитывая какие были камеры в 76 он слабо верит в успех и доктор думают о чем-то приятном своей дочери наслаждающийся жизнью в бассейне вместе со своим парнем лэнсом хендриксоном или доктором дэном брайаном по фильму нэнси радостно посылает воздушные поцелуи отцу из бассейна мы выныриваем следующую сцену где на совещании дэнчик вываливает революционный метод пересадки глаз который мистер чейни на корню обрубает все еще мечтая видеокамерах но дальнейшие события заставляют его пересмотреть свое решение милую поездочку с дочерью превращает в трагичную заблудившийся песик на проезжей части машину выносит на обочину а нэнси глазами выбивает лобовуху и лишается зрения с тех пор доктор леонард с удвоенной силой бросается на проблему по возврату способности видеть и теперь теория с пересадки глаз не кажется ему такой уж глупой тем более ее успешно опробовали на собаке надеюсь на этой собаке но в случае с человеком теорию еще нужно подтвердить на практике и чейни с огоньком в глазах строят в голове планы по скорейшему осуществлению ну а что там нэнси предается унынию пока в комнату не залетает отец не пытается всячески приободрить но оказывается причина депрессии не в потере зрения а в потере лэнса хэндриксона его персонаж дэнчик бросил бедную девушку обдумав все перспективы ухода за незрячей спутницей и плюсов в этом оказалось не так много леонард приглашает дэна на серьезный разговор и пока они мило беседуют его жена подмешивает в напиток снотворное чайни ускоряет действие лекциями о трансплантации а потом уводит дэна в подвал кое-что показать и этими кое-что оказываются две собачки которым доктор чайни перетасовал глаза между собой и они и не против были оба глаза видят как родные но главный вопрос не как он это сделал а зачем чтобы аналогичный фокус провернуть из дочери дэн по своему шаткому состоянию быстро понимает кто станет донором оба пациента готова к пересадке скальпель таймер кровавые кадры благодаря которым фильм попал в список британских видео мерзостей и вот уже утро следующего дня и нэнси готова протестировать новые глазные яблочки зрение вернулось правда немного смазана по краям но лучше чем ничего в это время полиция ведет поиски пропавшего дэна и расспрашивает доктора чайня о его возможном местоположении но тот себя не выдает дочь тоже хочет найти дэна вернув себе зрение надо бы вернуть парня но отец технично менять тему на глазные упражнения и быстро сбегает пока дочь не опомнилась но дочь прихорашивается и уезжает в гости к дэну там хозяйка дома старушка в модной рубашке говорит что уже давно его не видела и нэнси расстроившись уходит а между тем мистер чейни опять отмазывается от расспросов о пропаже дэна и спешит на лекцию поделиться со студентами своими открытиями по пересадке глазных яблок эти кадры смешиваются с плаванием его дочери и когда речь доходит до возможных проблем после пересадки она испытывает эту теорию на практике и снова перестает видеть доктору мигом сообщает печальное известие и он рассуждает у кровати бедной девушки что причиной всему стала инфекция источником которой послужила вода в бассейне ну и пора бы вспомнить про будущую звезду лэнса хэндриксона который наряду с мартышками сидит в клетке без глаз и отчаянно просится на волю пугая миссис чейни или не миссис чейни это точно не мать нэнси потому что в предыдущих диалогов подчеркивался этот факт но жена она леонардо или просто помощница или просто любовница мы так и не узнаем а сам мистер чейни прогуливается по причалу и рассуждает где же раздобыть новые глаза и под руку подворачивается миловидная автостоп щица а так как про хиллсайдского душителя и автостоп в ад мир узнает только в следующем году она с радостью запрыгивает подозрительному усатому мужику в надежде доехать до остановки старый мир но доезжает до остановки операционный стол где парочка хирургов снова собирают урожай из яблок организм нэнси сразу оторгает обновку и мистер чейни устраивает кастинг на роль своей помощницы и сиделки для дочери но на самом деле на роль нового донора им должна стать одинокая незамужняя девушка которую никто не станет искать случае пропажа но и глаза должны быть красивыми подобрав нужную кандидатку без лишних прелюдий леонард поэт ее снотворным и проводит очередную пересадку показанную со всеми подробностями но это операция не приводит к успеху дочь по-прежнему слепая а троица узников щупают друг друга в попытках приободриться доктор чейни тем временем находит себе новую жертву в лице а точнее в глазах рио торша ну и они отказываются работать в теле дочери а самой ей уже настолько плохо от операции что и слепой нормально но батя хочет попробовать еще разок а квартет в подвале занимается кто чем один бурит дырку в стене другая ползает третья поет а четвертая приходит в себя после наркоза и не понимает кто выключил свет мистер чейни теперь в каждой встречной видит донора и для женщин становится опасным ездить с ним в одном лифте квартет превращается в квинтет оставляя кровавые подробности операции за кадром да и кому хочется в пятый раз видеть одно и то же а у доктора гениальное решение взять глазки ребенка он находит одну буквоешку лили и завлекает поездкой в диснейленд в свою машину но по дороге умная девочка раскрывает планы усатого псевдо педофила и вырываясь провоцирует его на аварию а сама убегает завязывается погоня между доктором и двумя мужиками те провожают его до поместья и разгоряченное врывается внутрь но проблема легко решается при помощи чека на тысячу долларов и парой стопок снотворного дальше все понятно очередная операция сначала с одним потом с другим и у нас уже септет в подвальной клетке один из мужиков оказывается буйным и угомонить его удается только ударом ведра по голове случайно попутчица из лифта вскоре отбрасывает копыта и септет становится секстетом дэнчик уговаривает буйного пустить свою энергию на побег из тюрячки в стиле побега из шоушанка пробурить дыру в стене и выбраться а мистер чейни тем временем приметил себе новую жертву пьяного бомжа и завлекает его предложением распить вместе винца но бомжара предпочитает пить один и доктор получает пару ударов от пьяного мастера не состоявшийся глазодер после очередной неудачи обещает попробовать еще один последний разок а потом уже займется трупом в клетке и всеми остальными а все остальные пробили неплохую дыру и отправляют афро сиделку проведать обстановку она выбирается наружу но слишком сильно хлопает решеткой привлекая к себе внимание парочки глазарезов увы они не предвидели всей гениальности плана вслед за первой женщиной отправилась и 2 и пока одну волокли обратно в камеру другая привлекала к себе внимание взмахами рук и криками к сожалению а может и к радости она вылетает на оживленную улицу и попадает под колеса автомобиля детективы заподозрили что-то неладное оба глаза отсутствуют и не обнаружены нигде поблизости нужно срочно расследовать подозрительное дельце и самый лучший специалист акулист наш антигерой доктор чейни к нему и решает обратиться старший детектив мистер чейни подсаживается на измену от такого визита и даже пытается напоить сыщика вином сами понимаете зачем но ищейка на то и ищейка нюхом чувствует подвох и отказывается от пойла заставляя доктора хвататься за голову настало время задуматься что делать с квинтетом в подвале он пытается успокоить их обещаниями возместить потерянные глаза с процентами аленс хендриксон в это время хватает спутницу врача в заложнице угомонить будущую звезду чужих удается разрядом только на решетку а бедную катерину уже не спасти но ее глаза на месте и чего добру пропадать можно еще разок пооперировать дочь уже устала от этих экспериментов ее глазницы стали похожи на вагину мисте мандей после атаки члена акулы но тем не менее она прозрела и пора позвать отца поделиться радостной новостью и отвлечь его от похорон катерины увы тот слишком яростно орудует киркой а зря нэнси в это время забредает подвал где видит всех его обитателей включая бывшего парня и в страхе сбегает к себе в комнату где снова завязывает глаза и притворяется спящий до прихода отца когда он срезает повязку нэнси притворяется незрячий наученная парой недель слепого опыта и пока батя впадает в транс поиска решения новой задачки любезно подкинутой природой дочь бежит на полпути глаза и правда отказывают и она оказывается в подвале по указанию бывшего парня передает ключи и освобождает всех пленников мистера чейни они заманивают в клетку где поджидают буйно помешанной и конечно же око за око выдавливает глаза под финальные титры двое пленников и дочь выползают из подвала и вслепую придут навстречу невиданному будущему конец после неудачи с пародиями и фокстротом бэнд не стал ссориться с фрэнком рэй периле и жаловаться всем подряд как тот склонил его к съемкам порнушки нет хотя целый год и был потерян на фильм на этот раз бэнд взял все в свои руки и сказал что настало время снимать хоррор идея для фильма была такой дочь доктора теряет зрение и врач всеми кровавыми способами ищет замену для глаз ничего не напоминает глаза без лица о котором мы вспоминали в обзоре на веротику этот фильм раз в 10 лет кто-нибудь докрадет джесс франк даже сделал это дважды но бэнд хотя бы переварил основную идею и сделал не глаза без лица а лицо без глаз и вот по таким наброскам фрэнку рэй периле и предстояло написать сценарий ведь у него уже был опыт помните тот фильм про белоснежку семерых гномов грабителей его рук дела еще был фильм шайка доберманов про девушку научившую своих песиков грабить банки на собственные деньги от продажи газет по схеме из прошлой серии чарли удалось сколотить небольшую студию на бульваре санта моника в голливуде переделал в бывшие складские помещения в съемочные площадки монтажные смотровые другие крайне необходимые для производства фильма помещения все было под рукой и у него уже сложилось мнение что на производство одного кинчика не должно уходить больше ста дней с момента замысла до выхода на экраны и бюджет одного кинчика не должен превышать больше полумиллиона долларов а стало быть и актеры в основной массе должны были стать дешевой рабочей силой ноунеймы например лэнс хэндриксон еще не подозревающие о звездной славе ожидающие его в будущем и угасающие знаменитости кого уже не зовут в крупные проекты например ричард бейсхард один из главных героев моби дико 56 22-летний бэнд был не готов взять режиссуру в свои руки поэтому передал борозды правления майклу патоки основному актеру последнего фокстрота в бирбэнке но материал патоки попался мягко говоря не очень весь сюжет как заевшая пластинка топчется на месте повторяя одно и то же по пять раз поиск жертвы операция неудача узники в клетке и по новой он пытался каждый повтор сделать уникальным добавляя кровавые подробности операции устрашающие кадры последствий но по неопытности не смог вытянуть весь фильм одним визуальным рядом разбавляют происходящие только две сцены одна с девочки другая с бомжом и собственно все самое примечательное что есть фильме это грим накладные пустые глазницы выглядят просто шикарно а учитывая что это одна из первых работ юного гримера стэнли винстона то по пятибалльной шкале он пробивает потолок и берет высший балл и что неудивительно со временем стэнли стал стэном и отхватил пару оскаров за терминатора и парк юрского периода но это уже совсем другая история а снимал глаза доктора ченни эндрю дэвис который спустя 20 лет поставит беглец с харрисоном фордом а спустя еще три цепную реакцию с киану ривзом и под его руководством трудился будущий режиссер знакового для плохого кинофильма ниндзя 3 сэм ферстенберг под псевдонимом шмулик ферстенберж его должность называлась грипп человек помогающий выставлять свет и камеру типичная работа для начала карьеры в кино первая ступенька так сказать когда фильм был готов распространять его по стране и миру взялся давний друг фрэнка рей периле по имени брэндон чейз он стоял во голове небольшой дистрибьюторской компании групп one или групп один на чьем счету был прокат такой легенды плохого кино как вторжение гигантских пауков ребята пробовали посотрудничать с его компании и раньше с последним фокстротом но тогда брэндон отказал увидев каким фильм вышел дерьмищем но вот глазам доктора чейни он дал зеленый свет при одном условии название нужно изменить на что-то более интригующее и самое оптимальное по его мнению поместье обреченных но на практике такой заголовок оказался не столько интригующим сколько сбивающим с толку и бэнд еще долго жалел что пошел на поводу у брэндона в россии фильм получил еще более сбивающие с толку название обреченное поместье и на его фоне даже заголовок для проката в англии резня в поместье больше похоже на правду дистрибьютор заплатил бэнду аванс и как часто это бывает не отстегнул от сборов ничего прикрывшись расходами на печать копии рекламу и прочими отмазками но тем не менее про себя порадовался сбором и выделил бэнду аванс на следующую картину да не одну а сразу две и первой стала эротическая комедия золушка а второй мистический ужастик авария на котором чарли присел в кресло режиссера и что получилось из этих двух фильмов мы узнаем в следующий раз с вами был психотроник до скорого